всех приветствую друзья с вами на связи фокин евгений те кто меня не знают я интернет предприниматель и я продолжаю все свой канал на youtube и делиться с вами полезностью и сегодня я вам расскажу еще одну полезную вещь это о том как же стартануть вам в интернет бизнесе или начать зарабатывать в интернете это видео будет полезно если вы мама в декрете например студент школьник или же вы работаете по найму особенно вот последней категории людей это будет видео очень полезно и я вам расскажу дам кое-какие рекомендации как же правильно стартануть в интернете начать зарабатывать чтобы не попасть как говорится в просак или вообще остаться без денег и как говорится не вляпаться потому что у меня есть уже некий опыт которыми я сегодня с вами поделюсь друзья если вы думаете что я в этом видео буду вам рассказывать про какие-то проекты до рассказывать куда лучше там вложиться и где лучше зарабатывать да так как видео называется как начать зарам стартануть в интернете то вы глубоко ошибаетесь то вы можете просто взять сейчас и закрыть это видео почему потому что в данном видео я не буду менять никаких проектах и делать какие-то вам предложения я только вам дам определенную стратегию которая вам поможет правильно стартовать в интернете чтоб в случае чего бы не потерпели фиаско на сегодняшний день интернет развивается и очень много людей хотят научиться до зарабатывать находясь дома до удаленный не хотят на свою как правило нелюбимую работу потому что большинство людей не любит свою работу но они вынуждены работать так как им нужно в этой жизни как-то существовать также если человек студент или школьник он тоже желает уже на ранней стадии до своего возраста начать заработать какой-то дополнительный заработок потому что той же самый там стипендии до подачек родителей тоже не хватает и все хотят начинать зарабатывать и так как интернет развивается все многие люди попадают в интернет и хотят изучить этот интернет и начать здесь зарабатывать но они совершают многие большую ошибку неправильно стартуют в интернете и так ребят сейчас я расскажу вам один момент и главную ошибку которую допускают люди в первую очередь это будет касаться тем кто работает по нам и только познакомился с интернет индустрии хочет в ней развиваться первая грубейшая ошибка это то что люди когда попадают в интернет они резко начинают бросать свою работу которые кормят и содержат они и бросают они попадают в проект возможно а в пирамиду они не знают что это пирамид у них начинается какой-то доход и они забрасывают ту работу и понимают что о жизнь удалось все мы зарабатываем все ничто можно забросить свою старую работу и они получаются забрасывают свою старую работу и как проект как правило либо закрывается это если проект допустим какой-то пирамидальный либо если человек пришел в интернет он на энтузиазме пришел начинает работать он думать что все так просто а потом получается что у нее не получается да и он тоже бросает это дело и разочаровывается и ошибка заключается в том что человек работает на работе он увольняется да с работы и вот она этим не получается и он получается все а сел то есть в интернете нет денег и работу потерял и получается что он остается без денег ему при приходится идти заново устраиваться на работу а возможно до этого не была хорошая работа да и он на недавно может быть на хорошей должности, а он взял с нее резко и ушел. И тем самым он и потерял хорошую работу, и в сети у него не получилось, хотя он думал, что у него получится. И в итоге приходится искать новую работу, а возможно новая работа не будет такая, какая у него была до этого. Далее, я вам приведу пример. У меня тоже есть знакомая, с которой я общаюсь, она тоже занимается разными заработками в интернете. Она тоже пришла в проект, она тоже работала давным-давно на своей работе, тоже зарабатывала довольно-таки неплохо, но потом она стала перед выбором, либо продолжать работать, либо развивать проект. Она начала развивать проект, и в итоге проект умер, и у нее еще остались кредиты, долги, и в итоге она уволилась с работы. В итоге она осталась сейчас ничтем, и ей пришлось еще идти находить, получается, дополнительную какую-то работу, но идти вообще уже на новую работу, поняли? То есть, вот в такой процесс попадают очень многие люди, и неправильно стартуют в интернете. Поэтому, ребят, имейте в виду, когда вы приходите в интернет, не спешите бросать свою работу. Вам нужно изучить индустрию интернета и понять, как она работает. Найти для начала, вам нужно найти то, что вам понравится, а потом выполнять определенные действия, о которых я вам сейчас расскажу. Но прежде чем, друзья, начать вам рассказывать свои рекомендации, вы должны понять, работа в интернете, это совсем не то, что работа по найме. Здесь все устроено совсем по-другому, ребят, совсем по-другому. Это тоже самое, то есть, вы приходите вообще в новую индустрию для вас, с найма, да, например, у вас есть профессия, а вы сюда приходите в умный бизнес. Здесь совсем все по-другому. Это то же самое, знаете, что вы, например, были грузчиком, и резко стали там продавцом. Вы думаете, что вы в первый день и в первый месяц научитесь продавать? Нет, вам нужно будет приобрести навыки, выучиться, и потом только вы сможете впаривать товар. Или если вы, допустим, резко прыгнули на директор, такого не может быть. Резко прыгнуть на директор, нужно сначала обучиться, понять, как это все работает. А если вы резко прыгнете на директор, у вас, возможно, ничего не получится, вы не справитесь со своими обязанностями и просто уволитесь или вас уволят. Также в интернете, когда люди попадают, они думают, что ага, вот сейчас я прям быстро все сделаю. Ничего, ребят, подобного. Нужно все делать не спеша. Я вам сейчас об этом расскажу. Итак, ребят, на самом деле вообще стратегия проста и все просто. Здесь самое главное – это терпение. Терпение, как говорится, везде должно быть. Будет терпение, будет результат. Большинство людей не хватает терпения, не сливается. Смотрите, что вам нужно сделать? Ни в коем случае не бросать свою работу, а просто начать окунаться в онлайн-бизнес. То есть вы работаете по найму, вы работаете и окунаетесь в бизнес, изучаете это. Если у вас вдруг изучаете по чуть-чуть, приходите с работы, у вас есть свободное время. Уделяйте один час или полчаса какому-то обучению, каким-то тренингам. Запишитесь в какую-то школу, где есть обучение. И начинайте постигать вот этот онлайн-заработок. Поверьте мне, если вы на протяжении 12 месяцев будете хотя бы полчаса уделять обучению, поверьте мне, через 12 месяцев, через год, даже будучи работая по найму, да, нужно быть терпеливым. Все хотят быстро уйти, все хотят много денег. Это все понятно. Такого не бывает. Цена успеха, она высока. И вы начнете по чуть-чуть работать, работать, и по чуть-чуть точнее вникать, вникать. И через год, поверьте мне, вы уже будете очень много знать, и даже вполне возможно, через год вы уже по чуть-чуть начнете зарабатывать. А может быть уже и хорошо зарабатывать. И вот тогда, когда вы уже прочувствуете почту, почву под собой, вы уже наберете навыки, профессионализм, и начнете уже стабильно получать деньги, то как тогда уже нужно будет задуматься о том, чтобы уйти с работы. Вот это вот самое главное. То есть здесь стратегия проста. Ребят, пусть даже если у вас год, точнее год понадобится, точнее не год, а два уйдет. Пусть три уйдет на это. Но поверьте мне, если это лучше, чем вы будете год работать, два, три по найму, ничего не изменится. Вы как получаете зарплату, так и будете получать. Но если вы будете по чуть-чуть вникать, обучаться, то вы по-любому достигнете результата. Главное терпение, главное систематическая работа. Постоянно это делать. Обучаться, вникать, по чуть-чуть пытаться. Где-то фиаско, если потерпели, нормально, ничего, дальше. Но зато у вас есть работа, которая, если что, у вас нет прайд в парасак. А в том случае, если вы ее бросаете, все, вы остаетесь получается вообще ни с чем. Вон приходится все заново. Это хорошо, что если вы еще в кредиты в какую-нибудь хрень не влезете, как большинство. Все они, люди любят легкие деньги, которых не существует. Такая же стратегия и у школьника. Школьник учится, пусть по чуть-чуть вникает. Не в компьютерные игры играет, которые ничего не приносят, а что-то делает полезное, вникает в онлайн-заработок. По чуть-чуть так же. И обучается. То же самое, если студент. Здесь та же самая везде стратегия. По чуть-чуть все это... Ну, у студентов как бы проще, понимаете. Он еще как бы студент, ему кто-то помогает, там, может, мама, и он еще вникает, и он уже может, будучи даже, да, тот же школьник, не поступая в институт, уже, например, начать зарабатывать. Да, ему, по сути, этот институт и не будет нужен. Если, например, вы, допустим, в том же институте учитесь пять лет, пожалуйста, вникайте. За пять лет вы только получите документ, который вам, я не знаю, вы получите диплом, да, это документ, который вам позволит освоить какую-то профессию. Благодаря этой профессии вы сможете зарабатывать себе, грубо говоря, на жизнь. В институте не учат, так как, не учат именно, как зарабатывать деньги, а тем более, как зарабатывать в онлайне деньги. Поэтому вы дополнительно начинаете этому обучаться. Обучаетесь там, чтобы получить диплом, он по-любому пригодится в жизни, мало ли, что будет у нас завтра. И по чуть-чуть, поверьте мне, если вы пять лет будете обучаться, после того, как вы закончите институт, вам уже уже будете много зарабатывать, и вам не нужно будет вообще даже, не нужен будет тот же самый институт. Так что здесь все понятно. А если вы вообще мама в декрете, то тут вообще все просто. Вы сидите в декрете, у вас ребенок, у вас есть уйма в свободном времени, пожалуйста, точно так же вникайте в заработок в интернете и начинайте все это осознавать, осознавать и начинайте зарабатывать. Тем более, если мама в декрете, ей как-никак проще, так как ей и там, и государство какие-то пока деньги платит, и пока она не вышла на работу, можно, соответственно, себя развивать и вот это все обучаться этому онлайн-бизнесу. Ну, на этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Стратегия очень проста. Не спешите увольняться, не спешите бросать то, чем вы занимаетесь и то, что вас кормит. Просто по чуть-чуть вникайте, найдите какие-то образовательные программы, какие-то моменты и начинайте это по чуть-чуть изучать. И если вы не сдадитесь, будете это делать, а невозможно, у кого-то уйдет на это год, у кого-то больше, вы почувствуете результаты после этого, только вы можете уже распрощаться с работы, потому что я многие вижу, люди, которые вот так кинулись и все, им кушать хочется, они просто забрасывают интернет. Поэтому, друзья, на этом я буду видео свое заканчивать. Ставьте обязательно лайки, если этому видео понравилось. Поделитесь этим видео со своими друзьями, оно будет им полезно, особенно тем, кто стартует в интернете. Ну что, также пишите свои комментарии под этим видео, если у вас есть вопросы. Не забываем добавляться ко мне в социальные сети, ссылочки все будут под этим видео. Ну и не забываем, конечно же, подписаться на мой канал, если вы хотите получать полезные видео по онлайн-бизнесу от меня. Все, всем пока, ребят, с вами был на связи, Фокин Евгений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok